Строительство пристройки к средней школе номер 8 для детей с ограниченными возможностями и особенностями развития надежда полным ходом идет в Одинцове. Новое здание на вокзальной улице будет вмещать в себя 200 школьников и удовлетворять всем требованиям для комфортного пребывания особенных учеников. Школа инновационная, там будут предусмотрены все пандусы, лифты, все для мобильных детей, для удобства их. Также все классы оборудованы с кнопками вызова, аудиосвязи и много-много всего интересного для удобства. Работы начались месяц назад и на данный момент подрядчик идет с опережением плана. Депутаты единороссы проверили ход строительства. Параллельно работой ведутся у нас вынос строительства уже собой школы, перешли уже в стадии фундаментов. Нареканий по плану и качеству проводимых работ у депутатов не возникло, но еще раз обговорили всю ответственность, возложенную на подрядчика при строительстве подобных социальных объектов. Требования при сдаче этих объектов и приемки для детей с ограничением возможностей очень серьезные. Поэтому не только мы должны в самом, но и на стадионе, и на спортивных площадках предусмотреть вот для таких ребят заранее, чтобы не было потом каких-то вопросов. Работы по строительству пристройки к школе номер 8 планируют сдать в июле 2023 года и 1 сентября она уже примет первых учеников. Также в рамках инспекционной поездки парламентарии посетили строительную площадку нового корпуса, рассчитанному на 500 учащихся, и стадиона Одинцовской гимназии номер 14. Сдача спортивной зоны намечена на 1 октября текущего года, а ввести новый объект образования в эксплуатацию планируется летом следующего. Сроки сжаты, поэтому особенно важно следить, чтобы все шло согласно графику и качество работ было на должном уровне, отметил Дмитрий Голубков. Конечно, будет осуществляться непосредственный контроль со стороны всех ведомств и депутатского корпуса за строительством и вводом этих объектов. Они должны отвечать всем требованиям, которые предъявляются в нашей жизни к подобного рода объектам. Полина Толмачев, Ферид Харидинов, телекомпания 1.40.